Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал Экзеген пришел следующий достаточно простой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как быть с около православной литературой, с книгами, которые имеют лишь толику истины, а в остальном не полезны. Тебе они не нужны, передать другому рискованно, так как можно ввести в соблазн, но для сжигания не очень подходит, так как это неоткровенная ересь. Друзья, тут все очень просто. Даже если ты видишь несколько слов, которые ты наверняка определяешь как ересь, как в символе веры, у католиков, в котором буквально два слова филиоквы, и от отца вставлены эти слова, и то, по сути, что? Это все другая религия, получается. Поэтому, друзья мои, если вы видите какая-то литература, допустим, о Кафисто-Единовом умершем, который достаточно популярен, в 2019 году издательский совет русской православной церкви перестал рекомендовать его к изданию, проведя глубокий анализ этого текста, увидев достаточно много несоответствующих православному духу и православной догматики моментов. Если увидите такой Акафист, ну что, вы можете просто выдернуть эти странички, отдельно их сжечь. Можете весь молитва-слов отправить на сжигание бабушки на огороде. Нет ничего проблематичного в том, что со словами какими-нибудь еретическими сожгутся, и слова вполне себе православные. Ничего предусудительного здесь нету, потому что ложка дегтя оскверняет целую бочку меда. Так что передавать действительно не нужно. Читать самим какие-то сомнительные вещи, допустим, того же Оригена, допустим. У вас там книга о началах где-то затесалась. Может быть, и неплохая книга, но если вы ее прочитаете, то вы с какими-то вполне себе здравыми мыслями почерпнете очень много совсем несоответствующих православному вероучению моментов. Поэтому все в топку. В печку, в топку, в что еще? Закапываете, сжигаете пепел над темзой, рассыпаете. Так что не переживайте. Все можно, друзья мои. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.